друзья подписчики всех приветствую сегодня у нас пятница замечательный солнечный день тихо-тихо ветра не жары особой то есть как бы тепло но в то же время ну сейчас уже иногда есть такие дни уже прямо жарко жарко короче особенно внутри но сегодня как бы отлично и в общем чтобы было вам что посмотреть на выходных решил небольшую серию еще записать по гаражу вообще у меня здесь да будет типа не знаю даже сарай гараж склад там офис ну как бы все в одном в америке такие помещения он говорил называют man cave типа мужской домик ну где но вообще дословно переводится типа пещера ну то есть там где ты занимаешься своими хобби ну как бы я здесь хочу хранить все там и рыбалку и инструменты вот новую про другие вещи люди тоже пишут там часы ножи там объективы кроссовки но я же этим уже давно не занимаюсь ну когда этом покупал какие-то даже часы наверно года два назад и то вот последнее брал лимитка вот этот кристофер вор дорогая с музыкой которая победила там конкурсе часов первое место занял вот и я даже их не открывал они так закрыты и лежат просто пропал интерес у меня как бы много всяких хобби там было и металлопоиск и походы ну быстро все приедаете то есть каким-то хобби позанимался ну все в нем как бы понял там я не знаю ну как это пропадает я не знаю интерес вдохновение какое-то но сейчас у меня основные хобби это как бы вот это всякая природная жизнь вот да ну про садоводство тоже спрашивали видео но я запишу наверное одну вообще сейчас посмотрел на всю эту ситуацию наверно садоводством не буду в следующем году уже заниматься потому что ну правильно все писали мало солнца я несколько дней наблюдал то есть переносил эти растения туда-сюда все равно где-то их не поставь есть там типа ну пару часов солнца типа того короче они нифига не растут и как бы я же не могу их целый день там сто этих мешков с растениями и грядки таскать по всему участку как бы самое солнечное место понятно там но если сравнивать с остальными но даже там как бы и мне недостаточно там тоже зависит от растения что-то желтеть начинает что-то это но я вам так и говорил что это будет экспериментальный год просто посмотреть может быть какие-то растения им солнца особо не надо там типа картошка может быть картошку только и буду садить или там я не знаю что картошка вроде хорошо растет но даже редиска фигу потому что по идее там 21 день она уже должна быть чтобы ее собирать а там они по сантиметру наверное эти редиски хотя уже месяц там или сколько прошло я не знаю не засекал но уже точно больше чем 21 день вот поэтому пока запишу по гаражу по садоводству уже потом одно там какое-нибудь общее видео запишу ну вы чтобы побольше прогресса накопилось потому что пока особо нечего показывать я там особо ничего не садил потому что все посадочные как бы емкости закончились и ну это что как бы не знаю я просто не помню что было в последнем садоводстве может быть я еще одно снимал но не выложил ладно неважно очень чего касается гаража первое да про что он не рассказал какие нужны документы чтобы поставить себя на участок сарай легально то есть то есть можно поставить конечно нелегально как в принципе многие и делали раньше возможно и сейчас сделают но это может потом то есть если вы думаете о будущем они так что сейчас поставить все продать под шумок то лучше как бы не рисковать во первых здесь разные причины есть во первых вот сейчас у нас комьюнити как бы не управляемая вот нету никаких правил никаких сборов а никто не знает что будет будущее может быть какое-то правление выберут они начнут за правилами следить скажут а чё у тебя тут сарай незаконный и потом начнется геморрой потому что вон как у руслана стояли контейнеры он рассказывал в итоге ему прислали просто повестку что незаконное строение там убрать течение причем там что-то весь срок какой-то вообще смешной дают нам типа месяца или там штраф за каждый день простое сколько-то там платить но у него другая ситуация у него как бы экстра территории города а у нас вообще как бы ну нету никакой здесь мы к этому городу как бы только адрес но мы мы не входим даже не в экстра территории но кто знает как она будет будущем он же тоже не всегда был в этих экстра территориях когда-то у него было просто каунти у нас раз тоже как бы просто каунти и кто его знает будущем то есть они же постепенно присоединяют какие-то территории город разрастается вот присоединят уже скажут экстра территория тогда у нас все эти правила города начнут работать а у них там правило намного строже чем в каунте они например если у тебя уже есть какой-то сарай на участке они тебе могут уже не разрешить 2 поставить и просто но понятно что это нонсенс типа бред я не знаю чем они там аргументируют но они просто скажут у нас такие правила и все вот то есть это надо делать час пока этих правил нету и если это сделано как бы задним числом то есть если ты поставил например с разрешением этого час свой сарай то в следующем году скажут например нельзя сара иметь больше чем 10 на 20 ну запросто могут такой быть потому что ну может быть скажут мне нельзя там вообще сара имеет на каких-то маленьких участках или там типа три строения на какую-то площадь ну то есть у них куча у таких дурацких законов и понятно ну некоторые законы вообще бредовые но они ну просто говорят вот есть законы все хочешь поставить сара нельзя поставишь незаконно пришлюте такую же повестку поэтому сейчас конечно нихрена не будет тут у людей полно стоит и трейлеров незаконных и сараев этих но в будущем она может все потом выйти намного дороже или будешь какие-то штрафы платить или это убирать но может это никогда не произойдет на нашей жизни но зачем рисковать тем более к примеру если ты захочешь электричество подключить вообще ты можешь подать заявку и тебе сюда отдельный проведут счетчик и отдельный стол поставят также как вот на трейлер и это все как бы легально все так делают но то же самое если у вас не будет применить она сам гараж то никто вам туда конечно электричество не проведет понятно вы можете кинуть но это даже она и не считается что незаконно вы можете со своего счетчика кинуть вот но смысл том что просто там смотря сколько вам надо если вам там просто лампочки и пару розеток конечно можно взять там 30 ампер и кинуть и хватит но если вы хотите нормально поставить например там холодильник морозильную камеру конденционер то вам надо ну туда плюс инструменты какие-то если вы захотите использовать мощные то вам надо уже нормальный ампер там я не знаю 100 200 столько вы уже себя счетчики не найдете потому что здесь изначально дают но 200 это считается как бы нормально вот у меня 200 здесь но тоже самое мы много там тратится вот на этот на кондиционер он дохрена жрет потом отопление там дохрена жрет на них идут эти там или 380 или 240 отдельной линии они дофига потребляют короче она кажется как бы много но на самом деле не так уж и много может быть я не знаю там 30 50 ампер можно где-то выколупать вот тоже самая плита электрическая очень много жрет к ней тоже идет 380 по моему или 240 не знаю она разная бывает плюс всякие сплит системы конденционеры они тоже практически все идут на 240 но кроме у таких маленьких как у меня вот короче то есть ну это не важно я вам просто говорю ну вот захотите вы когда-то сделать перми то нет они вам сразу откажут они скажут но это незаконный сарай какое тебе электричество вот короче могут быть будущем какие-то проблемы сейчас ничего не будет в принципе даже вот сколько я тут и соседями разговаривал и этот чувак который стоит и те которые продают они все горят тут в принципе нахрен это не надо ну они-то в принципе и понятно так говорят им это самое главное это продать вот поэтому они это людям и навяливают потому что если все будут заниматься пермитами у них там продажи конечно пипец упадут потому что там столько геморроя то есть вам вот я подал на пермит они говорят сначала нужно пройти холст департмент то есть они должны прийти померить сколько от септика причем ты сам это как бы сделать не можешь они не доверяют тебе ну я говорю хорошо они говорят иди в холст департмент подавай заявку пошел подал и шо вы думаете они город придем на следующей неделе следующая неделя проходит никто не приходит я звоню они город у нас тут много заказов на следующей неделе придем опять никто не приходит звоню у нас тут это самое там кто-то уволился людей не хватает мы нового назначим придет на следующей неделе и короче вот эта история продолжалась четыре или пять раз я им звонил короче в итоге походу они уже пропустили этот срок в которой они должны прийти и они просто сказали опругнуто все то есть они даже не пришли может у меня вообще септика нету и ничего не не приходили не мерили некую инспекцию не делали сказали разрешено потом вам надо пройти зонирование департамент короче там много вот этих всяких дурацких департаментов и вы должны их всех пройти зонирование это типа что вообще ваше целевое назначение участка вообще подразумевает расположение сараев потому что наверняка есть какие-то где вообще нельзя сарай стать есть участки где нельзя сингл вайды ставить есть участки где минималка по площади ну к примеру есть где можно добавить а сингл нельзя есть где вообще нельзя не сингл не добавить и можно только stick build и а есть где stick build и только можно и только начинаю например от 2000 square feet вот как у меня на том участке у меня там можно ставить дабл вайды но площадь должна быть от 1300 не меньше то есть бывают дабл вайды меньше там 1900 1100 короче то есть на каждом участке вот это вот зонирование и поэтому вам надо потом идти туда они вам скажут принести план всех построек ну поздно изначально предварительный как бы вы сами можете начертить кусок карты там распечатать от руки нарисовать надо все дистанции указать сколько от колодца сколько от септика сколько от трейлера сколько от природных источников воды должно быть 30 feet это короче 9 метров грубо говоря от соседей там должно быть сколько короче вот эту всю байду надо нарисовать принести потом зонирование эти будут рассматривать вашу эту короче вот у меня получается эти подтвердили эти подтвердили электричество я сейчас не подключаю поэтому мне не нужно этот электрическая фигня но если будешь подключать тогда еще инспекция должна прийти посмотреть ну как у тебя там этот самый стоит щиток короче как типа провода проложены и потом они тебе поставят электричество ну и но я сейчас пока не хочу электричество делать про просто чтобы было ну все легальная в будущем если мне понадобится мог и сделать в принципе если электричество будет я могу тут и жить душ могу уличный сделать где угодно поставить хоть кабинку хоть просто это самое на могу горячую воду на трейлера взять трубу кинуть и сделать горячий душ калины единственно нету но можно какой-то биотуалет зафигачить принципе тоже это проблема небольшая если это вообще жить не я говорю на крайний случай мне это в принципе проще но например если у кого-то жена и она вот бывает там с ней поссорился или из дома выгнали и идти некуда пошел это самое и спишь себе там в ловке а снизу у тебя все инструменты там и компы и все что тебе надо вот многие вообще так живут я читал про какого-то тоже дед с бабкой они там типа уже замужем в браке типа 50 или 60 лет или 70 даже но вообще супер старых и там написано что почему им удалось сохранить так долго супружеские отношения потому что они жили в разных домах то есть у них на одной улице были дома там через сколько-то домов короче ну то есть типа захотелось им бы общаться или там или муж к ней пришел в гости или она к нему но как бы вместе они там очень редко как бы жили в основном все время по раздельности но рядом чтобы можно было пешком дойти вот мне кажется это вообще супер вариант вот если там с какой-то женой например быть чтобы у каждого был свой отдельный домика если захотелось то пришел в гости или там она к тебе пришла вот ну да то есть это я вам говорю взгляд в будущее вот как бы permit получить но из того что мне осталось в принципе мне его уже как бы выдали сам permit и они вам выдают permit и сразу присылаю счет сколько платить надо и вот там она нету фиксированной суммы там за каждый этот департамент складывается и вот у меня два департамента там или три надо было проходить я не помню за каждый там что-то 25 долларов за какой-то 50 за какой-то там сколько так короче в итоге там мне надо 125 платить ну да кстати забыл сказать когда я подал зонирование они вначале не опробовали они сказали что у меня ну нельзя так когда колодец в одном месте септик в другом трейлер наполовину короче они сказали что надо эти участки соединять но в принципе мне она даже наверное лучше будет если они будут соединенные вот наверное налог уменьшится и меньше геморрой с ними но это тоже дополнительные расходы потому что сами вы их соединить не можете каунте этим тоже не занимаются это вам надо идти к адвокатам которые занимаются короче вот этой всей земельной деятельностью там куплей продажей соединением разделением вот это вы к ним идете просто платить и они вам все это делают и сделают новую запись как бы в эти реестры а из реестра потом сама каунте это берет и вносит свои там все базы данных там документы что у вас теперь не два участка как бы один ну просто большой короче вот это да они сначала не опругнули я пошел объединил опять пошел к ним ну как пошел там я не хожу каждый раз или звоню или пойму и пишу там вообще есть порталы там можно писать просто сообщениями но обычно вам назначают какого-то ну и все кто там работает кто как бы вашим проектом занимается типа я не знаю кто он там короче кто отвечает за него и этот человек с вами и будет связываться вот можете просто ему писать там все вопросы хочу дальше делай там это ну короче все вот это у меня опругнуто permit выдали то есть у меня уже есть разрешение все с разрешением я могу уже его устанавливать ну грубо говоря я его установил я не знаю правда что дальше будет придут они его смотреть или просто тупо это все не будут но просто они могут прийти смотреть и скажут что что-то нибудь неправильно установлено типа он как максу говорили что там надо пленку подложить что надо там они сообщить я не знаю но если они мне скажут но хрен с ним ну засуну туда пленку просто между блока вон кину у меня есть рулон этой черной пленки короче ну потому что с ними как бы вы бороться бесполезно у них там как бы правило они только имея руководствуется вот ну и понятное дело надо будет эти делать крепление от ураганов но укрепление от ураганов я буду сам делать потому что эти о кстати amazon видите что ведет выборе нужно развивали короче заказал эту самую торцовку по акции короче вот эту самую большую с лазером там со всей фигней но потому что маленькой конечно не хватает тубой форы только тубой 3 пилить а что-то уже крупнее не попилишь вот а здесь мне сейчас трэмп надо будет строить там в основном все тубой сексе будут использоваться ну короче и в будущем как бы пригодится вон он в тележке и привез короче сегодня должны были привезти я видел просто трекингу вот и да и стойку для нее взял по акции в хомде по не помню 90 долларов обошлась ну короче да как бы вложение немалые но это же ты как бы уже можно считать на долгое время берешь а не так что там на один какой-то проект чтобы все время пользоваться в общем да на чем я там остановился эти струпы от урагана они макс платил им когда он у себя делал он грел еще 50 баксов стоило хотя это контора вроде одна и та же а сейчас они уже берут 75 как бы за один анкер но и до хрена типа если они будут ставить там даже минимум 4 анкера это типа 300 долларов но здесь 4 наверняка не прокатит здесь надо 6 или 8 я не знаю короче а 6 или 8 это уже я не знаю сколько 6 это уже получается сколько ну короче дорого я чуть считал до хрена но получается в общем я шо их там ставить эта лента по моему 7 долларов стоит металлическая в home depo анкера на амазоне я не помню по моему 200 долларов за 12 штук или что-то такое короче больше надо ну и все то есть она обойдется ну там пускай там до 300 но не 600 там или 700 короче тоже считайте за сэкономленные деньги могу купить торцовку с подставкой вот ну да им просто как бы за работу переплачиваешь тем более хрен его знаю что они там за анкера ставят они так все делают лишь бы отмазаться вот здесь в принципе все эти ну кому ты платишь все не особо стараются что-то качественное сделать лишь бы деньги взять и побыстрее побыстрее поэтому если даже они мне не удастся их крутить будут корни буду просто сверлить буром туда его класть бетоном заливать и все она лишь никто дергать там не будет или там смотреть как он закопан им главное чтобы они были все короче надо будет вот эти как бы анкера но может быть и пленку сразу захерачить чтобы они уже не прикапывались я не хотел пленку потому что не понимаю какой в ней смысл вообще вот кто это может объяснить какой смысл в этой пленке короче бред какой-то ну короче вот это то что касается да то что касается работ ну я здесь принципе закончил по да кстати блин я тоже про это не подумал они еще могут доколупаться что блоки как бы не те то есть надо по идее ставить только на цельные блоки у меня видите половина блоков пустотелых возможно придется их менять тоже на цельные заказывать вот но у меня просто как бы не хватало и уже начал их ставить и я уже сюда этих блоков херову гору это с виду их мало на самом деле их дофига дофига вот короче не знаю может быть я просто еще там две стойки добавлю просто чтобы уже тоже они не прикол упали что их мало вот и ну да то есть пленка пару стоек но у меня просто нету камней были бы камни бы их уже давно поставил короче то есть камни эти дорогие пипец и на них никогда никаких там скидок акции нихрена нету то есть их всегда приходится вот это брать по фул прайсу вот их очень много надо короче здесь у меня камни ушло я не знаю сколько дофига наверно сотня или больше считайте по 250 вот он 250 долларов ну короче вот это да то есть с выравниванием здесь и со стойками я все закончил то есть у стоит идеально в уровень я прямо там парился чтобы чуть ли не до миллиметра все было как бы по всей плоскости все уровень вот но старался тоже чтоб на подкладках только было но в некоторых местах там всего на линиях пару стоек это когда они уже слишком часто стоят вы уже прокладками не можете отрегулировать или вам нужны слишком тонкие ну а куда уже прокладку там тоньше например четверти нича брать ну и чего ее делать нет уж таких материалов поэтому как бы там уже только к линиями можно зафигачить короче да стоит это я вам сказал это я вам сказал и по внутрянке тоже но смотрите сейчас секунду ну то есть понятное дело такой здоровый гараж получается то есть надо туда какую-то ну стеллажи конструировать короче какие-то столы конструировать в общем все это можно делать но у меня уже как бы этот опыт и есть я вам показывал в том сарае который я строил есть видео где я все вам показывал все что там сделано а там я сделал полностью это самое фрейм сделал все полки по качеству как бы но тоже не так вот как делают лишь бы как и мне честно говоря это уже как бы не особо интересно опять миллиард полок делать тех же самых чисто заниматься этой монотонной работой плюс ну да я изучал еще какие варианты и сейчас там много проектов если полки потом прорезы вы в контейнерах все хотите хранить ну вот этих вот мам маленьких пластиковых они же уже в принципе стандартными более менее стали то есть в гугле так и набираете там стойки подождите x-контейнер hdx это home deep русская фирма но дело в том что эти же контейнеры точно такие же делает и куска ты точно такие же еще где-то я видел то есть они они 27 галун просто ищите стойки по 27 галунные контейнеры и там смысл том что вы экономите материалы вас контейнеры в этих стойках держатся не за счет того что они на полках стоят а за счет того что у них есть такие ребра жесткости и они как бы на них висят то есть вы их как бы просто вдвигаете в такие направляющие а собираете все из обычных тубайфоров вот короче все это я тоже думал смотрел плюс думаю как это делать туда-сюда короче мне не захотелось этим заниматься и как раз была акция на home deep она эти системы хранения в общем сейчас покажу какую я взял вот ну короче вот такая вот она называется heavy duty хаски набора шести предметов но по ней здесь целая вообще отдельный разговор вот в ней ну то здесь четыре предмета вы видите на и два предмета еще вот они два шкафчика верхних то есть над каждой тумбочкой сверху должен еще такой шкафчик висеть и еще взял две полки короче была у них скидка хорошая на эту фигню скидка 53 процента было она эти по моему 35 но у меня еще была акция это беспроцентная рассрочка на 24 или 10 процентов скидка можно было выбрать я короче подумал сейчас инфляция вся эта херня денег мало короче за кэш не захотел брать взял в эту рассрочку на 24 месяца короче получается там меньше сотки в месяц там вместе я еще заплатил за доставку с доставкой в помещение короче то есть они меня прямо в гараж это все и привезли 55 долларов короче вместе с налогом с доставка это вышло все по моему две сто пятьдесят учета такое короче а так без скидки сама вот это хаски короче три с чем-то тысячи стоит короче почему она такая дорогая короче они заявляют что она типа heavy duty насколько она heavy duty я не знаю по их нему заверением толщина металла 0 9 миллиметров и вся конструкция типа сварная ну в общем там выдерживают обычные полки по 350 паундов по моему по две полки в каждый шкаф прилагается вот такие полки но направляющих это тоже изнутри шкафа там внутри будет и вот такая тоже полка и вы можете их докупать они продаются как элементы и полки отдельно вот они полки стоят отдельно эти ящики там еще и все такие трубы типа вы можете один шкаф для одежды сделать вот направляющие на подшипниках короче вся эта конетель вот такая полка по моему 120 паундов выдерживать низ по моему 700 паундов вверх по моему 700 паундов короче каждый вот такой шкаф выдерживает по моему там что-то в районе 2000 паундов я не помню точно сколько короче вся система там больше двух тонн по моему выдерживает а ее вес вес всего набора 870 паундов то есть это ну 400 с копейками килограмм в общем из дополнительных элементов у них множество всего есть есть и столешницы вы покупаете они у сюда вот ставится он видите отверстие в эти отверстия там ставится направляющую сюда столешницы можете класть разные полки вот у подвешивать эти шкафы которые на весны идут короче множество такой херни ну неплохая как бы система считать за эти деньги как бы конечно наверняка там по оригиналу как они продают по фоль прайсу за там 3 200 людей по этим деньгам принципе берут и в отзывах читал возможно и не стоит но как бы вот по этой акции 53 процента скидка я думаю как бы вообще неплохо короче там есть плюс сюда какой-то выдвижной стол вставляется короче там множество не всяких у них комбинаций вот она есть наборами продается есть элементы вы можете купать все двери видите сделаны как пикборд и они ну как бы двойные то есть тут внутренняя этой внешне и вы здесь можете вы поняли покупать аксессуары для пикборда вешать вот внутри видите тоже все сварено углы это вот это подвешивать вот это вы поняли для одежды штуку тут тоже вот это типа усиления плюс там короче есть под кабеля тоже есть заглушки в комплекте не помню по три да по три в каждом шкафу то есть вы можете туда делать стол компьютера но у вас вы будете выдвигаться кабеля туда прокладывать короче то же самое все в этих шкафах все они тоже закрываются абсолютно всю на ключ то есть никакую вашу вещь без вашего ведома никто не возьмет вот то есть раз открыли вот здесь внутри есть еще резиновая такая мягкая вот пусть она как идет но здесь нарисована она общая вот на все эти видите heavy duty сварная сталь и у них есть regular duty разница в чем что в heavy duty они хорошо здесь 0 9 миллиметра сталь а в regular сталь 0 51 миллиметр короче почти в два раза разница поэтому как бы я мог regular взять дешевле в полтора раза ну короче я подумал что не стоит овчинка выделки такой небольшой экономии единственная проблема с размером regular и они были меньше и мне получается оставался еще такой пустой кусок или надо было ну или с двух сторон были бы куски короче а этот влазил прямо впритык но по размеру по моим замерам короче мне еще повезло что мне сделали сарай выше вообще по спецификации он должен быть 78 но они делают под то дерево что у них есть у них видимо дерево было 80 короче они меня захерачили 80 на 2 выше он вообще бы не влезет и короче в спецификации на сайте в инструкции везде написано 81 нынч высота но она нихрена тут не 81 она я думал инч там вырежу сверху небольшая проблема короче если бы я изначально знал шо ну так сильно не будет подходить от конечно какую-то бы другую бы по размеру подобрал короче она в 880 пинча это если мерить вообще как бы без ножек а там еще высокие ножки ну это я так понял их нельзя с ним и плюс этого там два инча еще есть такая сама короче то есть если вы вверх поднимите там на пружине будет опускаться всегда такая планка она подпружинена и она вокруг всего шкафа идет то есть это видимо чтобы туда никакая пыль там не чтобы она плотно на пол ложила чтобы не засыпалась под него ничего короче ну сделано как бы интересно но как я вам говорю они на два инча там примерно на полтора обманывают это это если я ставлю как бы на минималку получать то есть сейчас у меня минимум выставлены то есть эти которые вылазит она полностью сейчас сложно то есть если его подниму она будет вылазить и снизу всегда будут до 2 инчей там ну 2 инча вообще не двигается и 2 инча то есть по идее снизу 4 инча еще 10 сантиметров она вам может такой как вы поняли типа молдинга то который вокруг всего шкафа короче то есть если я сейчас ножки изнутри буду крутить ключом и поднимать его эта штука будет опускаться вниз ну да я их могу типа поднять ну короче проблема в том первое по высоте я короче обрезал сначала под 80 короче я померял он был 82 с половиной это минимум до чего мне удалось его как бы укоротить и плюс вы же понимаете что когда вы его сюда затаскиваете он же здесь нигде не проходит то есть вам надо его наклонить это хорошо что я блин вовремя тележку то блин купил вот не знаю показывал не показывал горилловская короче тоже по акции дешево взял там 80 чем-то а так она по моему ну тоже это всякие скидки хиридки применял короче с надувными колесами на 800 паундов как раз чтобы вот эту всю канитель возить потому что даже вот эти шкафы тяжелые ты его не поднимешь а так это как бы толкать там ножки тоже с какого-то твердого пластика там другие ножки короче разные ножки и у этих нету вот этих вот который на пружинах а там есть короче то есть его надо еще то есть вы его завезете ну в таком согнутом положении а потом он не выпрямиться потому что он углами будет упираться короче подрезала это все сделал короче давай хер херачивать еле-еле запихал и потом он у меня стоит я смотрю ну по уровню криво думаю что за фигня захожу сюда здесь короче не прилегает я думаю в чем дело ну сейчас не прилегает но это уже видите ножками можно подрегулировать ножки криво полто ровно все короче то есть он должен вот так а там такая большая щель и я толкаю не идет а я же измерил все точно я смотрю сверху вы видите еще вот такие болты выпирают еще на четверть инча и эти болты у меня упираются в эту планку которую я подрезал в этот лах короче лах снять я вообще думал самый простой вариант его снять но его хрен снимешь потому что он пробит сверху сюда эти гвозди все хрен выделишь они здесь ну собирали в принципе по качеству тьфу пока претензий нет понятно вам идеал никто не будет делать за такие копейки но у них все пробита у такими гвоздями короче то есть обычных гвоздей вообще нигде нет вот такие гвозди хрен ты выделишь и вот эти даже гвозди которые вот эти это не просто гвозди это спиральные гвозди их тоже хрен выделишь а их там в каждую штуку они позабивали по 6 или 8 гвоздей то есть там вот так вот идут гвоздя 3 и вот так вот 6 гвоздей 10 гвоздей и попробуйте 10 гвоздей вот этих спиральных вытащите плюс там под потолком где не монтировкой подлез ничего такую кстати тоже взял иственник американ ну уже что-то там я не помню в районе двадцатки нам уже не заказывал ну просто у меня нету такого формата она постоянно нужна и вот я ей ее забиваю пытаюсь все дерево ломается гвозди не вылазят короче в итоге я здесь про геморрой лса пипец мне пришлось срезать это все это же а как в этом сверху срезать эти циркуляркой туда хрен залезешь саблей хрен залезешь короче единственный вариант был пилить лобзиком короче принес ее лобзик батареечной макита и короче в скрюченном там положении под этим потолком кое-как короче вот это вот ну более менее в принципе для этих условий работы еще обрезал короче в итоге получилось она упирается ферму пришлось еще ферму мультитулом подрезать короче в итоге все это я вырезал зато тащил эти шкафы короче поставил и в общем по и по замерам у меня не хватало там полынча то есть они пишут типа 128 ширина у меня где-то была должна быть 127 с половиной но это я думаю тоже это самое косяк сарая потому что у наверно 128 должен быть но все равно вот мы меряем видите то есть он получается как бы меньше чуть чуть меньше я вот на это и рассчитывал что он будет чуть меньше и принципе вот эта стенка даму она туда как бы вы поняли вот ее можно вот так у чуть-чуть придавить короче я на это и рассчитывал что я как бы эти полынча и запрессую но по факту я хрен его знаю в чем проблема но тут она не на полынча не влазит то есть у меня по идее должен этот шкаф туда встать вот но когда я его толкаю то тут получается вы видите еще сколько а где я столько расстояния возьму я тут столько не наберу короче ну пока надежду не теряю вот почему так много получается я не знаю то есть по размерам все должно сходиться эти по 28 то есть это получается 56 е по 36 это получается 72 56 и 72 это получается 128 я мерил ровно 127 с половиной вот сейчас померяю при вас удобно она шеста как-то померяем там уперлась ровно по линии идем 127 с половиной короче по идее должно на тянуться и влезть но почему-то она не влазит но вот сейчас с этим и пытаюсь разобраться что там не влазит полтора инча это до хрена сарай никак ты не растянешь он очень серьезно собран я вам уже объяснил тут очень много вот этого вот здесь очень крутые эти самые тоже болты под огромный торкс эти саморезы винты я не нашу руб и короче тут все короче собрано капитально хрен ты его растянешь резать как бы вырезать блин полтора инча до хрена и да и как это вырезать все можно конечно было бы как-то вырезать но это бред короче чуть делать пока не знаю ну в крайнем случае это суду слушайте но не влезет тогда поставлю там просто шкафы захерачу какие-то полки между ними да может быть даже их не куплю эти полки но если с полками же такая проблема больше мне тоже не будет влазить за взял бы просто туда пару полок да можно самому нахерачить в принципе тополог в общем подумаю но в принципе да даже если не влезет но мне уже просто это все обратно возвращать не хочется это все собрать запаковать его ввести фон дипа не это бред потому что это мы слишком уж огромный объем работы тут наверное полдня потратил чтобы это вот это все сделать принципе тут еще сам шкаф видите получается те они чуть-чуть поменьше здесь тоже чуть-чуть поменьше то есть если вот мерить видите здесь нету 28 здесь там 27 с какими-то копейками короче столешница до 28 хотя столешница даже больше блин видите чуть-чуть больше короче надо снимать наверное столешницы и не смотреть еще почему они куда еще шу-шу расстояние вашу ну там упирается и если может быть где-то блин но херова я уже изоляцию на фигачат и поэтому за ней нифига не видно может быть это изоляция толщину тоже дала здесь какая-то бумага может быть хрен поймешь плотную она упирается там балку или нет понятно но сверху не упирается это неважно не главное снизу снизу здесь вроде бы да наверное тоже еще четвертин ч ну короче понятно она возможно в балку и уперлась блин может изоляцию надо снять пока без нее поставить а потом блин но тоже я и уже в этот вот этот кусок меня это уже все видите при фигачим блин конечно жалко короче надо поснимать столешницы и поснимать изоляцию и в общем попробовать мне бы хотя бы вот эти запихать верхние то ладно уже хрен с ними не запихаются так не запихаются но хотя бы блин нижние то впихнуть вот и чтобы они работали не сильно их погнуть вот ну ладно друзья чего не буду загружать потому что время идет надо короче что то делать вот с этой всей истории но в принципе можно было без геморроя конечно это просто вот тут поставить она бы все бы прекрасно стало вдоль стены и не было никаких проблем блин я не знаю может быть так и сделать и не париться короче в принципе то все что мне надо это просто их вытащить и переставить и снять вот эти вот ну я вам говорил эти не являются несущими это транспортировочные для перевозки херачат он мне сказал их можно снять даже я их могу выше поставить просто подпилить и поставить выше вон как там стоят в том лофте вот то есть я в принципе могу вдоль этой стены его просто поставить а там поставить полки вон 77 меньше но это полки типа тоже гладиатор heavy duty эти типа вы поняли стеллажи и таких металлических вот ну тоже люди скажут надо было из дерева все зафигачить но она что же не стоит три копейки вы посмотрите сколько там дерево из бы выходит крепежа времени работы ну и насколько там она в итоге потом какое качество получается ты готовая купила но в принципе в ту же сумму у тебя и встают вот короче но подумаю попробую это запихать если не запихается короче потом буду искать уже какое-то решение посмотрю еще какие у них есть варианты может там есть какие-то покороче шкафы я тогда их могу туда засунуть а эти уж где-нибудь расставлю тоже проблема-то небольшая вот ну ладно друзья ставьте лайки подписывайтесь и до благоволитва к вам господь пока пока увидимся на канале